Ленда, опручь, мяч, простые на первый взгляд предметы становятся коварным испытанием для юных спортсменок. Своё мастерство они показали на традиционном турнире «Весенние ласточки». На него слетелись более 300 гимнасток из семи регионов России, среди которых Тула, Калуга и Владимирская область. Соперницы все приехали достойные, достаточно сильные. Немного страшно, волнение всё-таки остаётся. Но так как в родном зале уже не так страшно, поэтому ковёр знакомый. Всё так легче, программа уже, год работает, должно всё получиться. Ужасно. Каждое выступление я всегда волнуюсь, ничего не помогает, как не успокаивает. Это всегда волнительно, очень переживаешь. Алина Сивальева занимается художественной гимнастикой уже 13 лет. В этом году девушка получила звание мастера спорта и стала двукратной чемпионкой области. Но за громкими званиями скрывается напряжённая работа, отдохнуть от которой не удаётся. Привычка уже прям вот живёшь этим. То есть уже тренировки, тренировки. И без тренировок уже никуда. И спорт, ну, всегда. Мысли только о спорте. Тренировки каждый день, кроме воскресенья, воскресенье выходной. По 4 часа, 5 в день. Ну, и то есть 6 иногда бывает. Ну, уже привычка, уже прям, ну, без этого даже жить невозможно. Девушки начинают спортивную карьеру в 3-4 года. В этом возрасте акцент делают на общую физическую подготовку. В 6 лет переходят к упражнениям. Российская сборная регулярно приглашает к себе лучших из лучших. Их отбором руководит лично главный тренер сборной Ирина Винер. Выступить перед мастером удалось и рязанской спортсменке Дарье Мироновой. Несмотря на важность личного мастерства, сейчас наиболее востребованными для сборной становятся гимнастки, умеющие выполнять групповые упражнения. В групповых упражнениях на ковре сразу 5 человек делают упражнения. И здесь нужна очень сильная, как бы, хорошая координация, не сильно хорошая координация, чтобы не столкнулась. И вот такие большие по площадям спортзалы, они предоставляют нам развивать групповые упражнения. Художественную гимнастику считают воплощением грации и женственности. Но, несмотря на это, она остается одним из самых субъективных видов спорта. У каждого зрителя здесь свои фаворитки. Ведь в очаровательной улыбке и легкость движений невозможно не влюбиться.